80 офицеров Челябинского училища штурманов получили дипломы и лейтенантские погоны. Вручение прошло под звуки оркестра и звон монет. Военные весьма суеверные люди и соблюдают много традиций. О самых ярких расскажет Полина Кирсанова. Ровным маршем уже офицеры проходят по плацу Военно-Воздушной Академии. Пять лет подготовки остались позади. Дальше служба. Чужой России дома ночевать сегодня будем. Придем проверить. Никаких поблажек и после выпускного. Строгая дисциплина и выправка. Дипломы 80 офицерам вручает главный штурман Военно-Воздушных сил России Анатолий Миняйло. За торжественный момент наблюдают растроганные мамы, папы и близкие. А товарищи по учебе салютуют залпом из монет. Осыпают монетами и курсантов из других стран. Вместе с нашими офицерами из стен Военной Академии выпускаются офицеры из Африки и стран СНГ. Дипломы получают каждый в своей национальной форме. После поедут служить домой. Челябинский филиал Военно-Воздушной Академии. Единственный военный вуз в стране, который готовит штурманов и офицеров боевого управления для всех родов авиации. Армейской, военно-транспортной, морской ракетоносной, фронтовой, бомбардировочной и истребительной. Валерий Марущак из династии военных сначала поступал в училище в Харькове. После событий на Украине перевелся в Челябинск. По распределению поедет в Калужскую область. Будет служить авиадиспетчером. Задача диспетчера гражданского это развести самолеты, чтобы не столкнулись. А военного офицера боевого управления наоборот свести самолеты. Это очень нервно. Требует высокой выдержки, концентрации от офицеров. Они умеют уже очень много. Это специалисты в области управления воздушным движением, в области наведения воздушных судов, летательных аппаратов на воздушные, на наземные цели. Это очень высококлассные специалисты. С училищем офицеры прощаются еще одной традицией. В знак уважения бывшие курсанты преклоняют колены перед знаменем и оставляют гвоздики на земле. Пять лет назад одни к нам поступали из различных регионов Российской Федерации. Начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком. На протяжении пяти лет им пришлось достаточно трудно преодолевать и осваивать сложнейшую технику, на которой им придется выполнять свои служебные обязанности. Я могу сказать, что практически они уже ее освоили и уже войска едут подготовленными специалистами. С августа здесь начнут подготовку новых офицеров. Более тысячи молодых людей со всей страны подали документы. Из них отобрали 430 юношей.